Улицу Красную в период нерабочих дней не будут перекрывать для пешеходных прогулок. С 29 октября по 7 ноября автомобили смогут двигаться по привычному маршруту. Начальник городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко объяснил, что в это непростое время нельзя допустить массовые скопления людей. В том числе и поэтому на 9 дней приостанавливается проведение всех массовых мероприятий в городе. А я напомню, режим повышенной готовности на Кубани продлен до 1 декабря этого года. За весь период пандемии в регионе не прекращались рейды по соблюдению масочного режима. И очередная такая проверка на транспорте прошла сегодня в краевой столице. Сотрудники департамента транспорта и полиции выявляли нарушителей масочного режима в троллейбусах. Об итогах расскажем далее, но прямо сейчас скажу, что результаты рейдов не порадовали. В том числе из-за беспечности некоторых граждан. Статистика по заболеваемости бьет очередные антирекорды. За минувшие сутки в России от ковида скончались более тысячи человек. Совсем недавно рекордной была цифра 800. В Краснодаре за последние 24 часа болезнь подтвердили у 63 человек. Всего в крае заболевших 267. Цифры подтверждают, что многие из нас расслабились и совсем забыли о мерах санитарной безопасности. О том, почему люди не носят маски, расскажет Татьяна Зеленова. Очередная проверка по соблюдению мер санитарной безопасности прошла сегодня в краевой столице. Специалисты Дептранса и полицейские проехали по нескольким городским маршрутам. Кондукторы в транспорте с порога объявляют пассажирам о том, что не будут обслуживать тех, кто нарушает предписание Роспотребнадзора. И те, конечно же, натягивают спущенную маску на нос. Но некоторые пассажиры уверены, что, сделав прививку, могут и вовсе маску не носить. Молодой человек, оденьте, пожалуйста, маску в общественном транспорте. Есть порядок? Я прививку делал, у меня киево, я не хочу одевать. Если нет, тогда, пожалуйста, покиньте транспортное средство. К счастью, таких мало. И чаще всего по требованию кондуктора, сотрудника полиции или департамента транспорта большинство пассажиров надевают маску. Вот только соблюдение мер санитарной безопасности нужно не представителям власти, а каждому из нас, чтобы скорее остановить распространение вируса и забыть про пандемийные ограничения. Немного позже мы прокатились в общественном транспорте без сотрудников Дептранса и полиции. Результат был другим. Водитель не потребовал надеть маски, да и сам был без нее. Пассажиры надели средства индивидуальной защиты, только увидев камеру. И то не все. В транспорте к ТТУ ситуация несколько лучше. Кондуктор, маски, пассажиры пусть и через одного, но тоже соблюдают требования Роспотребнадзора. Конечно, здоровье – это личное дело каждого. Но общественный транспорт – это место, где от каждого зависит жизнь и здоровье окружающих. Будьте внимательнее к другим. Носите маски. Татьяна Зеленова, Роман Недельский, телекомпания «Краснодар». В нерабочие дни на телеканале «Краснодар» изменится сетка вещания. С понедельника по воскресенье в наших эфирах будет множество развлекательного и познавательного контента. Художественные и документальные фильмы, сериалы, программы и концерты. В День народного единства в передаче «Польский след» расскажут о том, какие исторические личности и события влияли на отношения Польши и России. Праздничный эфир продолжит фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину». А завершится день концертом, в котором популярные российские артисты исполнят песни на стихи поэта Андрея Дементьева. Музыкальную эстафету на выходных подхватят кумиры современной молодежи. Они исполнят главные хиты года в концерте «Жара Вегаси». Также на следующей неделе канал «Краснодар» покажет сериал «Комиссарша». Фильмы «Военно-полевой роман», «Атыбаты», «Шли солдаты», «Паспорт». И это только малая часть того, что будет в наших эфирах. Следите за программой, чтобы ничего не пропустить. Золотая сотня или резерв, которому позавидует любой регион. В Краснодаре собрались финалисты лидеров Кубани. Трое из них получили по полмиллиона рублей на прокачку своих знаний. С лучшими из лучших пообщался губернатор. Главе региона представили 10 проектов. Все идеи уже завтра могут изменить жизнь региона к лучшему или как минимум решить актуальные проблемы. С теми, кто придумал, как помочь малому бизнесу, с выгодой для всех и знает, как сделать зеленые зоны прибыльными, без вреда для природы, познакомился мой коллега. Наш ролик прошел конкурс, будет показан губернатору. И мы сейчас готовим речь от нас с предложениями к Вениамину Ивановичу. Перед встречей с губернатором участники лидеров Кубани делают последние приготовления. Написать речь, сделать презентацию и постараться передать суть максимально быстро и точно. Ребята из Геленджика придумали, как помочь малому бизнесу. Это создание суперцифровой платформы, которая позволит обелить большую часть так называемых шабашников, вывести их на новый уровень и дать гарантии гражданам, которые производят заказы у частных мастеров, на ремонт и получение множественных льгот. А также самым важным является поступление в бюджет края, которые после обеления этой экономики увеличатся. Сегодня в Краснодаре 100 лучших участников впервые. За четырехлетнюю историю конкурса они не только из Краснодарского края, но и из других регионов. С этого года у соревнования идей и новый статус окружной. На новый уровень вышли и поднимаемые проблемы, и подготовка. Нам приходилось за несколько часов с абсолютно новыми людьми, с горизонтальными взаимосвязями, выстраивать одну команду, которой нужно было сконцентрироваться и поработать именно на результат. Мы решали все проблемы очень актуальные, которые в данный момент очень остро стоят перед Краснодарским краем. Я из команды спорт и военная подготовка. Перед нами была задача решить, как строить спортивные объекты в густонаселенных микрорайонах крупных городов. Участников отбирали опытные наставники в несколько этапов. Всего поступило около 6 тысяч заявок. На каждой стадии ребят собирали в команды, давали задания, обучали и в итоге отбирали по лидерским критериям. Инициативность, идейность, креативность, ораторское мастерство. Каждый из тех, кто в зале, уже добился успехов в своей отрасли. Конкурс – возможность свои навыки прокачать и заявить о себе и своих возможностях на краевом уровне. Нельзя вам остановиться на том, что вы стали победителями конкурса. Это же начало вашего успеха. Но насколько это будет начало, либо концом, зависит тоже от вас. И вот лидерские качества, они проявляются. На этом остановитесь ли вы в жизни, либо наоборот, возьмете это как определенный педестал, как трамплин и дальше о себе заявите. А это портфолио – важная составляющая, безусловно, и на нее нельзя не обратить внимания. Нельзя, чтобы победители конкурса – лидеры Кубани. Вам просто не затеряться нужно. Конечно, нам нужны талантливые, одаренные, профессиональные. Но в отраслях экономики, что отличало сегодняшний конкурс от других. То есть мы пытались найти тех, кто способен повести отрасли экономики за собой. С инновациями, с новым подходом, с новым взглядом, с новыми трендами. Новые взгляды и тренды участники собрали в 10 направлениях, важных для Кубани. И аграрные, и социальные, и туристические, и бизнес-проекты. А были и те, кто выступил законотворческой инициативой. И сегодня получил возможность передать ее председателю ЗАГСобрания. Наша команда пришла к решению о необходимости внесения нормотворческой инициативы на федеральный уровень. В части проверки достоверности сведений, представленных кандидатами. Тема интересная. Рассмотреть ее на совете законодателей региона, либо выйти на более высокий уровень, если она заинтересует законодателей региона, на уровень Южно-Российской парламентской ассоциации. Ну, нет вопросов. Пожалуйста, давайте будем смотреть. Участники пытались найти решение самых сложных задач, актуальных для каждого района по отдельности и для региона в целом. Даниил Фоминых из «Горячего ключа» предложил развивать туризм в особо охраняемых зеленых зонах. Ваше мнение? Вы все-таки считаете, что надо рассматривать для того, чтобы бизнес туда пришел? Да, у нас есть определенные ограничения в нормативной базе. Или все-таки мы должны как край взять под контроль ситуацию и создать для бизнеса точку привлечения? А государство-частное партнерство вы не рассматриваете? Это вот есть та составляющая успеха, которая может быть. Но давайте сейчас четко себе представим, что сегодня происходит в целом с зеленой составляющей нашего края. Следственным фондом и в целом. Они сегодня в угрожающем состоянии с точки зрения их застройки. Притом, чем красивее место, тем больше шансов, что мы его потеряем. И это настолько активный процесс, знаете, я коллегам говорил, как паразиты заползают и уничтожают. Сегодня задача номер один – их сохранить, а потом развить. Но сегодня сохранить их нужно, иначе если мы не успеем, все, заборы, 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 заборы. Я много могу назвать территорий, которые сегодня уже стали особо охраняемы. И мы хоть как-то сказали, стоп, машина, а сколько сегодня опять недовольных. Они опять говорят, а вот вы их не развиваете. Слушайте, еще раз подчеркиваю, для начала мы должны их сохранить, спасти по-простому, защитить. А потом, согласен, нужно развивать. И вот как развивать? Почему я сказал про государство-частное партнерство? Вот здесь хороший вариант. Государство контролирует, а бизнес тоже берет на себя определенные обязательства. По сохранению этой территории и соблюдению режима особо охраняемой природной территории, если они будут пускать туда туристов. И вот этот путь, я считаю, максимально приемлемый, но его нужно обсуждать. Для себя глава региона отметил пять проектов. Вениамин Кондратьев попросил своих заместителей обратить внимание на предложения участников. Вы пришли сюда, на этот конкурс, понимая свои качества, качественные характеристики характера, понимая, в определенной степени, насколько вы талантливы, но пришли, чтобы стать успешными. Успешными. Поэтому задача максимальная, я считаю, сегодня, нас, моих коллег, я имею в виду из администрации края, интегрировать, интегрировать конкурс, да, конкурс, в реальную жизнь, в реальные отрасли экономики, и в реальный успех каждого из вас. Вот тогда этот конкурс будет нужным. Он тогда будет востребован и вами, и в целом жизнью региона. Всех финалистов из Краснодарского края занесут в стратегический кадровый резерв управленцев Кубани. Из прошлых сезонов проекта выходили и депутаты Государственной Думы, и главы городов и районов, и региональные министры. В этом году трое лучших смогут повысить уровень профессионального образования. На это из фонда конкурса им дадут по 500 тысяч рублей. И сегодня завершился еще один конкурс. Теперь уже по отбору кандидатур на должность главы краевой столицы. Член конкурсной комиссии от Краснодара и начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев сообщил, что прием заявок закончился сегодня в 5 часов вечера. В течение нескольких недель было подано 24 заявления от желающих поучаствовать в конкурсе. Сейчас конкурсная комиссия будет рассматривать поданные документы, проводить предусмотренные законом проверки. И по итогам этих действий 15 ноября состоится заседание, на котором будут отобраны не менее двух кандидатов. Комиссия представит кандидатов депутатам городской думы. Окончательное решение будет принято на ближайшем после проведения конкурса заседании гордумы. Строительная отрасль последние десятилетия – локомотив экономики Краснодара. Она продолжает лидировать и очень активно участвовать в преобразовании краевой столицы, ее внешнего вида и наполнения. Строителям и двигать город дальше, вверх и вширь. О планах, о тех, кто их будет генерировать и реализовывать наш следующий сюжет. Краснодар – город молодой. Ему нет и 230 лет. Уютен он для граждан всех возрастов. И строить его в будущем будут молодые. Им особое внимание. Это подчеркнул исполняющий обязанности главы города Андрей Алексеенко на встрече с советом директоров. Мы должны этому городу объективно, не он нам, а мы ему. Мы должны делать его лучше. Как одно из предложений, я бы хотел, чтобы мы все вместе поддержали молодых ребят, которые учатся у нас на архитектурных факультетах. Учредить какую-то премию, чтобы молодые ребята, талантливые, те, кто сейчас учатся, чтобы они могли в своем городе, здесь, по нашему запросу, да, разработать какой-то проект, парка, улицы, благоустройство территории или какого-то объекта. Это будет дополнительный стимул. И мы серьезно поддержим талантливую молодежь. Мы сегодня тоже с строительными вузами очень плотно работаем, привозим их на наши площадки, показываем, работаем с молодежью. Мы могли бы по строительному глупу, мы рассуждали, общались по поводу организации грантов для студентов, стипендий дополнительных. То есть мы брали на практику тоже много себе человек. То есть в этом смысле совершенно точно надо двигаться, потому что очень много талантливого молодежи, и мы бы нашли для своих каких-то мандеркингов. Поэтому однозначно мы за. Против материальной помощи возражать не будут и студенты архитектурного факультета КубГУ. Свои знания, умения и навыки они планируют вложить в развитие Краснодара. Я считаю, что в Краснодаре очень мало внимания уделено нашей реке или старому озеру Кубани. В принципе, можно по реке Кубани сделать набережную, можно закольцевать город. Так, например, в Москве или в Питере по каналам можно пройти достаточно большое количество времени и гулять там. А в Краснодаре такого пока что нет. Я получаю удовольствие, когда я решаю вопросы функциональные и эстетические одновременно. То есть придумывание маршрутов, придумывание того, как люди будут этим пользоваться, как это место будет жить. И я бы хотела вот некоторые промзоны, например, приспособить под современное использование. От студентов к тем, кто помладше и кому нужны школы и детские сады. Таких учреждений Краснодару необходимо еще больше. Как это сделать, обсудил исполняющий обязанности главы краевой столицы с теми, кто возводит в городе многоквартирные дома и целые кварталы застройщиками. С ними Андрей Алексеенко встретился отдельно. Все мы прекрасно понимаем, что задача, которая стоит и которую нам поставил губернатор, это никакого нового строительства жилья без обеспечения этой застройки объектами социальными. Это очень важно. Мы с вами в этом городе живем. На эту тему очень много было сказано. Все вы прекрасно понимаете, какова очередь на сегодняшний день. Нам необходимо порядка 75 тысяч мест в городе Краснодаре для того, чтобы ликвидировать в полной мере дефицит, которая на сегодняшний день существует. И для того, чтобы эту проблему решить. Решать нам ее придется вместе с вами. Я пригласил вас сегодня, чтобы мы с вами пообсуждали этот вопрос. Рука об руку, плечо к плечу решать задачи государственные, строить город вместе с вами. Возводить столицу, опираясь на новые технологии, но при этом не забывать традиции, сложившиеся в городе за 228 лет. Виталий Молчанов, Алексей Товстенко, Михаил Дроздов, Алена Беремко, телекомпания «Краснодар». Подать заявление на получение президентских школьных выплат необходимо до 31 октября. Речь идет о поддержке семей с детьми от 6 до 18 лет. Они могут претендовать на получение 10 тысяч рублей. Если в семье двое или более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка. Подать заявление можно через портал госуслуги или через пенсионный фонд. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других органах и организациях. Напомним, прием в клиентских службах ПФР проводится по предварительной записи на сайте фонда. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. Выплата будет поступать не только на карты МИР, но и на карты других платежных систем. Всероссийская перепись населения продолжается, и жители Кубани принимают в ней активное участие. Но многие даже не задумываются о ее истинных масштабах и важности. Это не просто общенациональное мероприятие, оно параллельно проходит под эгидой ООН в десятках стран мира. Зачем нужно знать, сколько людей живет в стране, регионе, городе или поселке, а чтобы понимать, какое количество ресурсов и инфраструктуры им требуется. Для нашего города, для нашего края это особенно важно. Не секрет, что к нам идет постоянный приток населения. Приток населения с Дальнего Востока, с Сибири, с других регионов России. И, естественно, здесь проживает больше людей, чем формально учтено. А от этого играют и стандарты, по которым выделяются деньги, различные должности, участковые, поликлиники, врачи, пожарные, почтальоны и все прочие службы, которые так или иначе зависят от федерального бюджета. Принять участие в переписи из-за эпид-обстановки можно дистанционно. Перепись, во-первых, можно пройти несколькими способами. И для того, чтобы пройти перепись через портал госуслуг, необходима подтвержденная или стандартная учетная запись на портале госуслуг. Если у вас нет подтвержденной учетной записи, вам необходимо будет подойти к любому специалисту многофункционального центра, который предоставит вам эту услугу. Если удастся доказать, что в кубанской столице проживает более миллиона человек, то это откроет новые возможности для улучшения условий жизни в городе и функционирования всех его институтов. Поэтому участие каждого краснодарца в переписи сложно переоценить. И о том, как принять участие в процедуре, узнаете в следующем ролике. Это Алена. Она решила принять участие во всероссийской переписи населения. У нее есть три способа, чтобы это сделать. Ждать переписчика дома, отправиться в переписной пункт или МФЦ, или МФЦ, или переписаться на портале госуслуги. Она выбрала второй вариант, потому что ей по пути. Заодно и нужную справку заберет. В МФЦ Алена подошла к волонтеру на стационарном переписном пункте. Пока ждала в электронной очереди, ответила на все вопросы переписи. И минут через 20 уже была свободна. Все. Алене не все равно, что нас ждет. Она хочет жить хорошо и долго. Алена не боится проявить свою гражданскую позицию. Будь как Алена. Всероссийская перепись населения продлится до 8 ноября включительно. Участвуй и ты. Добавлю, что цифровая перепись обеспечивает удобство пользователя платформы и безопасность в пандемию коронавируса. Такой формат один из самых точных способов, поскольку исключает возможность повторного прохождения анкетирования. Так что попробуйте и пройдите перепись онлайн. Это очень важно. Материнский капитал. Эта тема интересует многие кубанские семьи. Сколько их за неполный год получила помощь от государства. И как на Кубани поддерживают владельцев малого и среднего бизнеса. Об этой и других темах, которые связаны с национальными проектами России, расскажем в нашем обзоре. Право на краевой материнский капитал в этом году получили почти 9 тысяч многодетных семей Кубани. Поддерживают их в рамках нацпроекта «Демография». Почти 9 тысяч семей получили 550 миллионов рублей. Эти деньги родители могут направить на обучение детей, улучшить жилищные условия. Кроме федеральной помощи, которая выплачивается при рождении первенца, в Краснодарском крае действует и региональная мера поддержки. Сейчас размер краевого маткапитала составляет чуть больше, чем 134 тысячи рублей. Его выдают однократно при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей. Почти миллион. Такова численность жителей Кубани, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. По этому показателю регион находится на четвертом месте в России. Все больше становится и самозанятых. За этот пока не полный год их уже 120 тысяч по сравнению с 42 тысячами в 2020-м. Для достижения результатов, предусмотренных региональными проектами, в этом году из краевого и федерального бюджетов выделено около 700 миллионов рублей. А владельцы малых и средних предприятий благодаря господдержке получили кредитов на сумму 3 миллиарда 300 миллионов рублей. И еще о государственной поддержке. О ней расскажут кубанским предпринимателям. Встречи пройдут, разумеется, в режиме онлайн. И платформой для них станет Zoom 11 и 25 ноября. В качестве экспертов выступят специалисты краевых фондов, занимающихся развитием и поддержкой бизнеса в регионе. На вебинарах предпринимателям расскажут, как получить господдержку. Бесплатными будут и 30 вебинаров, и мастер-классов, которые проведут в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Участников программы обучат безопасному и эффективному использованию цифровых технологий. Проект разработали известные российские компании, которые специализируются в том числе на обучении в интернете. Школьники, студенты, преподаватели и жители всех возрастов смогут пройти комплексное тестирование цифровой грамотности, получить подтверждающий электронный сертификат. Ваш стиль – это ваш успех. Эта фраза стала ключевой на бьюти-завтраке, который прошел сегодня в краевой столице. Его организатором выступило издание «Югтаймс». На завтраке собрались врачи, предприниматели, юристы, журналисты и блогеры. Все те, кто любит свою профессию и с каждым днем старается становиться все лучше и делать окружающих счастливее. Темы для обсуждения были разные – от имиджа компании, личного бренда, до здоровья и внешнего вида. Спикеры делились своим опытом в различных сферах. Имидж – это вообще визитная карточка, может быть, даже и региона. Поэтому бизнесмен, который продумывает тщательно все до мелочей, это очень здорово для инвестиционного климата. Мы сейчас живем в век многозадачности, и наше эмоциональное состояние и наше здоровье влияют абсолютно на все. Насколько у нас психосоматика, насколько мы уравновешены, насколько мы здоровы, есть ли у нас сила общаться, вести бизнес, быть позитивно настроенным в семье. Вот все эти составляющие, они как раз-таки нам очень-очень важны. Говорили и о важности соцсетей при ведении бизнеса, так как именно там сейчас потенциальная целевая аудитория проводит по несколько часов в день. Для гостей также провели мастер-класс по актерскому мастерству и технике речи. Краевая столица меняется и развивается с каждым днем. Повсюду появляется новая инфраструктура, строятся школы и детские сады, ремонтируют дороги. Что же изменилось в отдельно взятом микрорайоне, Пашковском жилом массиве, расскажет Анастасия Глазкова. Одна из главных задач депутата городской думы Игоря Брагарников в своем 15-м избирательном огруге создать комфортные условия для подрастающего поколения. Так в детском саду номер 3 заменили старые окна на пластиковые в актовом зале. Теперь там светло и уютно, а в 234-м детском саду обновили веранды. В этом году с помощью Игоря Самуиловича мы отремонтировали веранды для деток. Но, конечно, основной целью нашей стоит восстановление нашего любимого бассейна, в котором купались и будут купаться дети нашего детского сада. Также важно обеспечить детей местом, где они смогут проводить свое свободное время. Например, игровая или воркаут-площадка. Так во дворе дома на улице Бершанской 400 установили тренажеры, горки, качели и карусели. Местные жители очень довольны. Проделана огромная работа благодаря нашим депутатам. Дети, в принципе, поколение меняется в нашем доме. Пенсионеры, к сожалению, уходят. И молодежи очень много, детей очень много. Поэтому занятость детей – это, по-моему, первая задача. На протяжении года в этом избирательном округе было сделано многое. А все благодаря слаженной работе команды. Знаете, в своей работе в округе, и вообще, как бы, всегда придерживался, в принципе, коллективной работы. 34-й детский сад, в принципе, там основная проблема для меня, как я вижу, это, конечно, бассейн. И я хочу в ближайшее время сделать так, чтобы этот бассейн стал работать. Потому что когда-то это была визитная карточка этого детского сада. Также Игорь Брагарник рассказал о 58-й школе. Это одно из старейших учебных заведений нашего города. Работает с начала прошлого века. Помещения для уроков физкультуры, которые были, не соответствовали современным требованиям. Теперь там делают современный спортивный зал. А также установили газовое отопительное оборудование в детском саду номер 34. Анастасия Глазкова, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар». В Краснодаре подвели итоги работы парламентариев, входящих в Совет молодых депутатов. 12 народных избранников рассказали, что им удалось сделать за прошедший год и что необходимо выполнить в будущем. С какими трудностями сталкивались. Они проводили различные городские акции и мероприятия. Совет был образован осенью прошлого года при Думе Краснодара. В него вошли молодые люди, на момент избрания которым было не больше 35 лет. Такая структура необходима для того, чтобы депутаты, впервые избранные в представительные органы власти, набирались опытов в политике и парламентской деятельности. Подробнее о том, как трудятся парламентарии и какую пользу приносят нашему городу, расскажем в специальном выпуске программы «С Думой о людях. Совет молодых депутатов» уже сегодня в 20.10 на нашем канале. В нерабочие дни изменится график работы многих государственных учреждений. Так, например, межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы или попросту МРЭО ГИБДД по краю будут принимать граждан только 2, 3 и 6 ноября. Непосредственно в Краснодаре в отделах на Просторной 7 и на Беговой 6, 1 и 7 числа можно будет зарегистрировать транспортные средства и получить водительские удостоверения. Все услуги на следующей неделе будут предоставляться после предварительной записи на портале Госуслуг. В Госавтоинспекции призывают всех посетителей надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Певица Клава Кока провела мотивационную встречу с молодежью Краевой столицы. Она посетила Краснодарский государственный институт культуры. Встреча прошла в рамках форума «Искусство. Вчера, сегодня, завтра, ПРО». Организатором выступило Российское общество знания. Будучие артисты задавали популярной певице самые разные вопросы. Все, ну, нравится ли вам, когда на вашей песне что-либо делают? Иногда у некоторых получается, кого-то смотрят, кому-то отвечают. Если это классно, это будет замечено, потому что в интернете оно очень быстро распространяется. Может быть, не будет замечено первое видео, будет замечено второе или третье видео. Здесь важно понимать, что делая каждое новое видео, вы развиваетесь в первую очередь. И когда, наконец-то, вас заметят, вкус победы будет намного слаще, чем если вас заметят в первый раз. Вот, поэтому творите. Клава Кока также рассказала студентам про свой непростой путь к популярности, зарядила будущих артистов положительными эмоциями и пожелала успехов в творчестве. Она отметила, что не стоит бояться ошибок, ведь они делают нас сильнее и помогают добиваться своих целей. Сезон Еврокубка в самом разгаре. В следующую среду на телеканале Краснодар покажет в прямом эфире очередной матч европейского турнира, в котором баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» на домашней арене сразится с французской командой «Метрополитан-92». Железнодорожники готовятся к игре, она будет непростой, в команде соперника сильные и опытные игроки. Агрессивнее защищаться со снайперами, то есть это сейчас лидер «Каменс», наш «Вилл Каменс», в «Метрополитоне», потом «Макрей», «Мечено» с большим процентом атакует, с высоким процентом, весь периметр бьющий, остро атакующий. Игра обещает быть захватывающей, трансляция будет только на нашем телеканале, так что не пропустите. Включайте главный городской 3 ноября ровно в 19.30 сразу после выпуска новостей. Вместе поддержим «Красно-зеленых». Смолтри на Краснодар ТВ. Давай-давай! Это были новости на главном городском. Еще больше информации на нашем сайте tv-краснодар.ру и в мобильном приложении телеканала «Краснодар». До скорой встречи в эфире.